Путинское наследие, вот то, о чем мы говорили, хорошо, 130 миллиардов долларов Путин, оно может быть призом в борьбе за кремлевское кресло, или вся эта путинская империя, она рассыпется сразу же без него на мелкие части, не оставив после себя ничего? Нет, ну как, без чего, все, ну активы-то останутся, эти активы потом мы будем конфисковывать у этих людей, да, когда их придут вешать на столбах, эти активы также им не будут принадлежать, поэтому все должно быть потом либо, значит, конфисковано на Западе, если же мы уже говорим про российские активы, то здесь должна быть, на мой взгляд, какая-то полномасштабная национализация с дальнейшей приватизацией, с допуском разных игроков мировой арены, открытой, честной, прозрачной приватизации каждого предприятия, все должно быть национализировано, что они опять вот этими страшилками, так называемыми, да, все же пугали, а это, извините, правильно, потому что эти люди, которые сегодня владеют предприятиями, активами в России, они сегодня как минимум спонсоры этого, этой войны, они платят налоги, которые идут на бомбы, убивающие мирных граждан в Украине, эти активы все будут национализованы в обязательном порядке, без этого никакого возрождения в новой стране не может быть, они, если думают потом рассказывать сказки, как мы это видели после сталинское время, да, что их там рассказывали, что их обязывали, что они боялись, нам это все по барабану, все должно быть национализировано и в дальнейшем на открытых конкурсах выставлено на продажу совершенно в чистейшем варианте, чтобы не было у нас вопросов, как, например, сегодня у некоторых начали возникать вопросы к залоговым аукционам, то есть 30 лет, значит, как-то 5 марта была известна, а сегодня вот другого времени нету, как рассорить оппозицию, да, там вообще оставьте, оппозиция сегодня это кто? Ну, мы уже говорим, это совершенно после 17 марта, когда все эти сами себя разоблачили, как бы все стало совершенно понятно, это регион свободы России, это РДК, это сибирский батальон, входящий в состав вооруженных сил Украины, состоящих из российских граждан, это те люди, которые им помогали, продолжают помогать, вот российская оппозиция, это российское сопротивление в большей степени, чем оппозиция, да, но тем не менее, все остальное, кто начинает себя причислять к оппозиции, извините, покажите мне, сколько денег перечислили в СССР, сколько денег отдали на легион, приехали ли вы за 2,5 года в Украину во время военных действий, ах, вас не было, ах, вы ссыте, ну так простите, какие вы нафиг оппозиционеры, до свидания с пляжа. Абсолютно согласен по поводу четкости определения, да, помогаешь легиону свободы России, помогаешь РДК, помогаешь сибирскому батальону, молодец, сколько перечислил, да, какой процент денег перечислил, думаешь, пересидеть где-то, все, ребята, как бы, вы пособники тогда, вы молчаливые пособники этой власти, иначе быть не может, вся остальная, вот это, там, скандалы, вот эти, какие-то, вот этот фильм, сейчас-то даже к этому присутствовать не хочу, но это же просто пропагандистская кремлевская агитка, и вся так называемая оппозиция пересралась между собой, реально, сейчас, когда каждый день идут военные действия, когда каждый день в Украине убивают мирных граждан, вы реально хотите это обсуждать? Это глупость? Очень долго, очень долго, поездку замыливать, это вот, опять-таки, это вот путинские нарративы, замыливание главных вопросов и отвод, как бы, общественного мнения от всего, что необходимо сегодня. Сегодня необходимо помогать вооруженным силам Украины, и в первую очередь, если мы говорим про российских граждан, это должна быть помощь региону свободы России, РДК, Сибирскому долету. Других нету обязанностей у оппозиционера, если вы на что-то претендуете в дальнейшем, если вы хотите свержение этого режима и выкорчевывание вот этой путинской фашистской системы, у вас выхода другого нету, других опций сегодня просто нету, ну нету их. Ваше балакание на YouTube каналах с миллионными там просмотрами ничего не дает, если вы не перечисляете часть денег получишь от этих эфиров на, соответственно, поддержку российских добровольцев. Если вы выступаете со своими трижонцами, как бы, своими, как бы, там, не знаю, делима, театры, выступления любые публичные, если вы часть денег с каждого предприятия не перечисляете, а они не перечисляют, мы знаем всех, господи, мы же видим этот чёс у всех этих вот, Шандорович, Хаматова, там все остальные, да видно же, господи, но они этого не делают, публично этого нету, значит, предъявите, называется, тогда вопросы могут быть снято, а если вы этого не предъявляете, ребят, тогда идите с пляжа, действительно, до свидания. Вы хотите себе зарабатывать деньги, это ваше право, безусловно, никто не спорит, только не надо нам рассказывать, какими вы являетесь эпозиционерами и как вы будете, значит, влиять на дальнейшее после постпутинской системы. Ребята, нет, нет, спасибо, вы уже десятилетия обморочите голову людям, да, и увойте повестку в другую сторону. Сегодня, по часу еще раз, как бы, только помощь российским легионерам, российским добровольцам реально можно, как бы, считаться оппозицией. Она может быть, опять-таки, в любом виде, мы же сейчас не говорим, что надо обязательно, не знаю, там, перечислить, там, 10 долларов, там, смертья, или что-то еще. Речь не об этом. Ну, так займитесь реальными делами, а не тратить свое время на обсуждение этих залоговых функционов и как, кто там виновен, в чем мы. Эти люди все виновны, они все, собственно говоря, в дальнейшем, опять-таки, я и говорю, что должна быть масштабнейшая национализация на той территории, которая будет от развала России, должна быть масштабнейшая национализация и дальнейшая просто, просто с нуля начинать это все. То есть это, получается, национализация, национализации после Путина, правильно? Сейчас же Путин проводит новую национализацию. Ну, Путин, опять-таки, он может проводить все, что угодно. Он у одних преступников забирает и будет отдавать другим. Нам, какая разница, они все преступники, каждый до единого. Здесь вот это нужно понять. А новое, это просто, конечно, в новой системе, безусловно, все просто под копирку, просто под одним указом, одним, я не знаю, там, одним актом. Все это должно именно таким образом быть. Потому что иначе мы придем к тому же самому. Ну, простите, как бы, смысл какой? Скинуть Путина, чтобы потом возникнуть новый Путин? Нет, это страшно. Люди войдут в новую систему? Нет, ребята, с чистого листа. А это только масштабнейшая национализация. Принудительная, естественно. Здесь вопрос. Конечно, это мера чрезмерная, но только она единственная, возможная. Все остальное приведет к тому же, рано или поздно, что мы имеем сегодня. Так что здесь я действительно немножко, у меня позиция достаточно радикальная, но она ведь возникла не просто так. Я больше 16 лет живу в изгнании. Я не получил никаких преференций ни от 90, ни от там нулевых, ни от путинской системы. Я не собираюсь дальше заниматься политической деятельностью в будущей стране. Мне это уже не интересно, я уже не в том возрасте. Но то, что как бы моя задача, я вижу, именно подготовить почву для того, чтобы новое поколение смогло попытаться в этом случае построить новую, нормальную, цивилизованную страну, которая станет равноправным партнером во всем цивилизованном мире. А это может быть только через действительно боль и страдания, которые мы и сейчас нанесем, но другого там альтернативы общей национализации, да, и открытых прозрачных конкурсов на каждое маломальское предприятие быть не может. Альтернативы нету и не должно быть. Сегодня это необходимо уже говорить. Мы говорить об этом начали буквально недавно. Но так или иначе здесь нужно четко понимать, кто свой, кто чужой. По поводу своих я уже сказал, те, кто помогают российским добровольцам, для меня это свои. Те, кто приезжает в Украину, так или иначе помогают, это как бы свои. Все остальные это враги. Вот так вот. Раздел черное и белое. Мы живем в таком мире сегодня, когда идет война и каждый день погибают под бомбами мирные украинские граждане, здесь сегодня только черное и белое. Другого быть не может. Никаких полтамок.